Моего близкого, знакомого человека вижу я, и говорю, сын, как за... У нас обычно так спрашивают, отца знаешь, твоего друга, сына же, тебе интересно узнать? Он говорит, Мухаммад Акрам зовут. Почему ты его, Мухаммад Акрам? Ну, сразу вспомнил Мухаммада Акрама и хотел узнать связь. Он, говорит, моим хорошим другом был, моим учителем был, поэтому, говорит, его именем называли. Кто его заставил? Ну, это любовь. Это, конечно, очень много стоит. Чем раньше, больше у меня появилось уважение, любовь к этому парню. За то, что я Мухаммада Акрама хорошо любил. Мухаммад Акрам Биарсланов родился в 1973 году в селе Губден. Медресе. Главное дело своей жизни. Он основал, когда ему было всего лишь 22 года. В медресе, наряду с обучением всем религиозным наукам, обучают и чтению Корана. Хафизы из губденского медресе часто занимают победные места на конкурсах. Это кабинет Мухаммада Акрама. Он здесь посещал и с ночевкой оставался. Почему? Потому что с утра он после ночи намаза, позже намаза урок давал. Тааджут намаз стояли, они урок давали. Поэтому и кабинет, и у него комната отдыха получается, это кабинет. А вот это пакистанский джаза, который Мухаммад Акрам получил, когда закончил, он найдет Коран. Потом после этого поехал в Сирии, от Сирии получил от Мухаммада Акрам, Ярслана, сын Мухаммада Акрама. И также здесь, вот Мухаммада Акрам в Дагестане, Мухаммада Акрама, сын Мухаммада Акрама. Оба джазы у него. Мухаммада Акрама 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 Мы знаем сегодня, в Мадресах, где основал Мухаммад Акрама Акрама Акрама, обучаются не только односельчане, не только из этой республики, даже из других республик. Мы знаем также, выходцы именно из этого Мадреса становятся призерами не только в республике, не только в нашем государстве, даже во всем мире. Создание Медресе Мухаммада Акрам продумывал тщательно. Каждый его элемент работает и по сей день. Спортзал, футбольное поле, площадка для волейбола. А в богатой библиотеке, не только традиционной, но и электронной, хранятся ценные материалы как религиозного, так и светского содержания. Преподают в медресе, педагоги, которые работали здесь еще при жизни Мухаммада Крама. Собираются, как и прежде, всем коллективам по субботам, обсуждают и решают задачи, стоящие перед образовательным учреждением. Приносить пользу, служить людям, творить добрые дела. Многие выдающиеся люди своего времени руководствовались именно этими принципами. Намерением Мухаммада Крама Беарсланова было приносить пользу после себя долгие годы. Каждый год в память о нем в Губдене проводятся конкурсы по чтению Корана наизусть. По улице, названной в его честь, идут на урок многочисленные мутаалимы и несут слово истины дальше. Он, Мухаммада Крама, Рахима Аллах, возвращался отсюда домой. У него дом недалеко отсюда. Мы вместе жили. И Мухаммада Крама, Рахима Аллах, зашел домой и начали за него стрелять сзади. И дошел, где мать есть. И даже мать говорила, оставьте меня, не убейте его. И стреляли на него. Он уезжал учиться с большим рвением и желанием. С учебы приехал исхудавшим. Был очень благонравным и уважительным по отношению ко мне. Даже не знаю, что сказать. Так непредвиденно все получилось. Он повторно выезжал обучаться на 3-4 года. Именно то место, где сегодня находится Мадреса в селении Губден, это было собственностью одного человека, Али Махафида, Ахлю Тасауфа по имени Сурхай Хаджи. Рахима Аллах. Когда власть отобрала у него эту землю, его дочь по имени Гастаман, рахима Аллах, обратилась к своему отцу и сказала, «О мой отец, если советская власть вернет обратно наши земли, у нас есть красивый дом». И он сказал, «О моя дочь, когда наша земля вернется к нам, это место я сделал вауф для Мадреса». И по истечении 70 лет, когда уже возвращали земли, и Мухаммад Акрам, будучи молодым, «Субханаллах, молодые ребята сегодня чем занимаются?» А этот парень, узнав об этом, начал искать эту женщину по имени Гастаман, нашел, узнал наверняка, что это место, именно вауфу, сделанное для Мадреса, начал воздвигать это учреждение. Семейный человек, очень любил свою семью. У него три дочери, после третьего ребенка, у него родился сын, как раз в этот момент 9 месяцев. Сами подумайте, после трех дочерей, когда сын родился, как обрадовался он. И там и самое такое сладкое время от жизни, ушел от жизни, даже ни один у него волос седой не был. Самое прекрасное время, он мог бы много чего добиться, много чего делать. К сожалению, это случилось, Аллаху Талак себе забрал. Мухаммад Акрама Биарсланова убили в 2013 году. Ему было 39 лет. Он прожил короткую жизнь, в течение которой многое успел сделать. Такие люди, как свет во тьме, озаряют путь людям вокруг и прокладывают дорогу к истине, порой ценой собственной жизни. КОНЕЦ